Друзья, сегодня я хочу с вами поговорить и обсудить тему то, что случилось с мото-ниндзя, как он попал в ДТП, причины, следствия и так далее. Добро пожаловать на канал Just Run, с вами Владимир. Смотрите, друзья, на данный момент уже мото-ниндзя состояние стабилизировалось, он уже, по крайней мере, дышит сам, давление восстановилось, кости собрали, как сказали его друзья, близкие, знакомые. Я хочу именно обсудить тот момент на данном примере, печальный пример, конечно, но на нем мы можем сакцентировать внимание и уже не допускать таких ошибок, как случилось с ним. Я уже не говорю о том, что там, как он ехал, петлял, мы все так ездим, там, не каждый включает поворотник, хотя надо. Но момент аварии всегда можно избежать двумя путями, это не превышать максимально допустимо, сколько это вообще вами возможно, и держаться в правильном направлении автомобиля, именно когда ты едешь сзади, хочешь совершить обгон или вообще какой-либо маневр. Так, друзья, следственно, вот момент ДТП, в данном случае Мото Ниндзя ехал по центру автомобиля, начал тормаживаться и четко въехал примерно в левое колесо автомобиля в бампер и уже случилась авария. Но, можно было тормозиться и как бы уйти вправо, так как данный автомобиль, который справа у нас серый, еще не нагонял, тоже притормаживал. Вообще, каждый мотоциклист должен ехать либо в левом, либо в правом колесе, как раз для экстренного торможения и чтобы можно было остановиться и уйти от ДТП. Вот поэтому и рекомендую на это обратить внимание, это уже именно момент столкновения. Даже вот здесь мы видим справа есть карман, даже если бы автомобиль, который справа у нас двигается, нагонял максимально быстро, то есть равно как минимум бы он здесь успел. Поэтому, ребята, обращайте на это внимание, на встречку не советую, конечно же, в левое колесо целиться, цельтесь в правое, то есть все зависит от ситуации. Согласен тут, я вообще ни в коем случае не умничаю, я просто переживаю за каждого мотобрата. У меня даже точно такие же примерно ситуации были, но я успевал оттормаживаться, слава богу. Поэтому будьте внимательны, не допускайте таких моментов. Вот, друзья, ситуация такова, всегда придерживайтесь либо левого, либо правого колеса для экстренного торможения. Конечно же, всегда смотрите по зеркалам, включайте поворотники. И максимально придерживайтесь, конечно, правил дорожного движения, потому что сами видите, к чему бывает. Мотониндзи, конечно же, здоровья максимально, брат, поправляйся, вставай на ноги. Мы всегда ждем твои новые прекрасные видео, поэтому здоровья тебе и терпения.